МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети отдаленных сел, не имеющие возможности посещать музыкальную школу в райцентре. Лыжный сезон завершается. В марте спортсмены-любители прощаются с лыжней. Мы побываем в Борском районе. На одну социальную проблему в Жигулевске стало меньше. Здесь открылись четыре новых детсадовских группы. В ближайшее время предстоит строительство двух детских садов в новых микрорайонах города. Вопрос о возвращении помещения бывшего детского сада «Сказка» к его первоначальному назначению стоял открытым почти 10 лет. Во второй половине 2013 года работа в данном направлении постепенно начала осуществляться. Дети и их родители смогли оценить первые результаты. Ими стали четыре новые ясельные группы, где малыши уже проходят период адаптации. Для них здесь есть все необходимые условия. Группы, санузлы, пищеблок, базовый набор необходимого для работы материала и игровая площадка во дворе. На торжественное открытие второго корпуса детского сада «Ягодка» пришли первые лица города, те, кто занимался ремонтом бывшей сказки и, конечно, родители будущих воспитанников. Оценить качество проведенного ремонта и укомплектованность групп гости смогли после небольшой экскурсии по детскому саду. С этого момента родители могут не переживать и не ставить свое чадо в очередь на место в детский сад сразу после его рождения, а спокойно выходить на работу, в то время как малыш будет находиться под присмотром педагогов и в компании товарищей. Кристина Курдюкова, Наталья Глухова, телеканал ФТВ «Жигулевск». Уровень культуры на селе повышается. Об этом свидетельствует факт доступности обучения различным искусствам ребятишек, живущих в отдаленных селах. Так в Безенчукском районе появились музыкальные классы. Детей здесь обучают игре на пианино, а в ближайшее время они смогут постигать музыкальную грамоту и на других инструментах. Здравствуйте. Здравствуй, Танечка. Как твои дела? Таня Картамышева спешит на занятия. В этом году прямо здесь, в ее родной школе, открылся класс по фортепиано. Чтобы научиться игре на пианино, ей совсем не обязательно ехать в Безенчук, туда, где находится музыкальная школа. Преподаватель Венера Анверовна приезжает сюда, в приполовенку, вести уроки. Таня побывала всего на нескольких занятиях, но уже выучила небольшое музыкальное произведение. Да, я давно хотела заняться игрой на фортепиано, но как бы не было возможностей, Безенчук ездит далеко. О том, что в школе начнут преподавать фортепиано, стало известно в этом году. Организовать преподавание решила сельская администрация. Сейчас везде твердят о нехватке денег, но в сельском бюджете нашлись необходимые средства. На оплату труда педагога и транспортные расходы. По итогам прошлого года бюджет приполовенки пополнился дополнительными средствами в размере 818 тысяч рублей из областного бюджета за успешное выполнение социально-экономических показателей. Больше половины этих денег решено направить на культуру. Это начинание было поддержано и районной администрацией. Теперь, кроме уроков математики, физики и других наук, сельские ребятишки посещают и этот класс и приобщаются к музыкальному искусству. Кружок по классу фортепиано организован при культурно-досуговом центре села Приполовенко. Так расширяется культурная работа на селе. Хорошая, добрая, на мой взгляд, инициатива – научить некоторых ребят владеть музыкальным инструментом. И поскольку в этой школе откликнулось желающих около 30 человек, было принято решение всех прослушать, отобрать лучших порядка 6-7 человек и начать с ними заниматься, что мы и сделали. На занятия с удовольствием ходят не только девочки, но и мальчики. Родители не нарадуются. Замечательно, что в селе создаются условия для проявления у детей музыкальных способностей. Уроки ведут самые лучшие педагоги. Мы очень рады, что сейчас открывается группа такая. И за своего ребёнка, и за других, конечно, детей очень рады. Ещё один плюс таких занятий – постоянная занятость сельских ребят, что очень актуально при формировании здорового образа жизни и повышении их культурного уровня. На этом не останавливаются. В планах сельской администрации создать кружок по игре на гитаре. Татьяна Нагорнова, Наталья Гонзуревская. Телерадиокомпания «Аспект», Безинчукский район. Закрытие лыжного сезона стало для жителей Борского района уже традиционным мероприятием, которое объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. Лыжная гонка проходила на разных дистанциях – от 1 до 5 километров. В соревнованиях приняли участие более 100 человек в разных возрастных категориях. Самой маленькой участнице – 2 годика, а самому старшему – 84. Развитие лыжного спорта в Борском районе в последнее время становится более массовым, привлекая борчан к занятиям физической культуры и к здоровому образу жизни. Победителей Борской лыжни 2014, занявшись с первого по третьи места, в каждой возрастной группе наградили грамотами и денежными призами. Медалями были награждены участники, занявшие абсолютное первенство на каждой из дистанций, а кубками наградили участников, которые занимались лыжным спортом в течение года. Что для тебя эти соревнования означают? Я этим живу. Сколько вам лет? 75 лет. Почему решили принять участие в этих соревнованиях? Хочу подольше пожить. Я уже второй год подряд бегаю на лыжах, на соревнованиях. Мне очень нравится, хотя я даже не занимаю никаких мест. Просто очень интересно попробовать свои силы. Регина Никитина и Михаил Синдеев, Борское телевидение. В Кенечеркасском районе всех желающих знакомят с русской игрушкой. Истории игровых, обрядовых фигурок, в честь каких обычаев и традиций они создавались, что означали. Это особенно актуально в весенние дни, начавшиеся с Масленицы и ожидающие Пасхи. Авторами выставки «Русская игрушка» стали мастера-ремесленники района. Обрядовые и игровые, безликие, с лицом. Очень долгое время куклы были неотъемлемой частью русского быта. Не только игрушкой, а берегом, здоровья, счастья, благополучия. У каждой было свое предназначение. Делали их в семье в основном девочки из подручного материала. Учились этому искусству с раннего детства. Когда наступал день, мама эту куколку ставила на видное место, где-то в большой, просторной избе. Ставила эту куколку, и она олицетворяла собой, или была берегом хорошего, доброго, чтобы днем проходили только добрые и хорошие дела. А когда уже хозяйка в доме, мама или бабушка, всех уложила спать большое свое семейство, да, эту куклу поворачивали другой стороной, ставили. И тогда это было уже оберегом доброго сна и доброй ночи. Вот такая кукла в день-ночь. Ни одна не похожа на другую. Сделанной человеческими руками, каждый имеет свою историю и как будто душу, в которой до сих пор хранятся старинные обычаи и традиции русского народа. Может, поэтому чудо-кукол рассматривают с большим интересом даже самые юные посетители. Сегодня я узнал, что обрядовые куклы делаются на размер руки, ладони, и мне тут очень нравится. Ну, в основном понравилась выставка с домовыми. Моя мама сама верит в это, и у нас даже кошка есть. Она, ну, даже и я так думаю, что кошка – символ оберега в доме. Обрядовые и игровые куклы погостят до апреля. Все это время историко-краеведческий музей будет представлять собой буквально кладезь секретов старинного русского быта. Ирина Ваняшина, Сергей Инчин, 51 канал, Искинель, Черкасс. В Большеглушицком районе детей в часы их досуга приобщают к прекрасному через работу с глиной. Материал этот в умелых руках превращается в произведение искусства. Благодаря такому творчеству ребятишки познают историю и народную культуру родного края. В Большеглушицкой средней школе номер один уже более 20 лет работает кружок изобразительное искусство. Все эти годы его ведет учитель рисования Алевтина Ивановна Кириллина, которая работает в школе уже 37 лет. Детям особенно нравится лепить и раскрашивать глиняные игрушки. При всей своей простоте глиняная игрушка имеет глубокие народные корни. Такие поделки передают яркие представления о жизни, труде, красоте. А близости игрушки к фольклору создает зримое ощущение русского национального творчества. Для изготовления своих поделок дети используют самые разные сюжеты, а вот материал только местный. Строго говоря, глушицкая глина не совсем подходит для такой работы. Но если смешать ее в определенной пропорции с мукой, игрушки получаются прочные и долговечные. А уж при раскрашивании фантазии юным художникам не занимать. Неоднократно их работы выставлялись в районе и области. Большой интерес вызвал стенд «Большеглушицкая игрушка» на недавнем губернском фестивале народного творчества, рожденной в сердце России. Но самое главное, в этом кружке сельские дети имеют возможность развивать свои творческие способности и чувства прекрасного. Эта птичка непростая, золотая, расписная. Любовались гости чудом, громко восхищались, а глушицкую игрушку сражены остались. Любовь Мельникова, телекомпания «Пульс» и Большеглушицкий район. В Сергиевском районе открылась художественная выставка под названием «Новый взгляд». Она собрала работы художника Александра Ахтямова. Перед любителями родной природы сергиевские просторы и деревенские пейзажи предстанут под оригинальным углом зрения автора выставки. Еще на выставочной комиссии, когда решалась, какая картина займет то или иное место, предпочтение было отдано теплой теме русского села. В этих работах там русский дух, там Русью пахнет, потому что, ну, можно рисовать, конечно, там, инфраструктуру, заводы, но они не такие живописные, не такие колоритные, как деревенские дома. Потому что вот в деревенских старых домах они рубились из осины, а осина, она становится такого замечательного, серебристого, серебряного цвета, уникального просто. А некоторые работы особенно дороги музейным смотрителям. Самого освещенного места удостоен старый колодец из кармала Аделякова. Эти вот моменты нужно поймать, сохранить, чтобы они остались навсегда, потому что деревня у нас меняется, селы некоторые вообще стираются с лица земли, пропадают. С солнечным дневным светом залит и этот домик деревни Павловка. Он стоит там и сейчас, даже не зная, что стал уже знаменитым и любимым многими гостями музея. А этот портрет под названием «Мудрый» находится в центре экспозиции и смотрит так внимательно на каждого посетителя музея, что рождает множество вопросов о прототипе. Екатерина Фарисея Ермакова, Константин Макаревич, телекомпания «Радуга-3», Сергеевский район. Возведение белокаменного церковного ансамбля в селе Георгиевка началось почти шесть лет назад. Сегодня основные строительные работы завершены, и новый храм в честь Георгия Победоносца обрел внешнюю архитектурную завершенность. Теперь настала очередь внутреннего убранства. Прежде чем появиться на белокаменных стенах, образы святых рождаются в компьютерных цифрах и чертежах. На помощь иконописцам в наши дни пришли цифровые технологии. Но поскольку это всё же иконопись, без благословения настоятеля храма отца Максима не пишется ни один лик. На чаши весов духовно-творческая составляющая всегда перевешивает ноу-хау. «Приходится очень-очень много лазить в интернете, искать информацию какую-то. И сложно всегда делать первый наброс, потому что не знаешь, с чего начать. Только стоит первой линии нарисоваться, и дальше как-то всё пошло-пошло-поехало. Хорошо нам здесь. Во-первых, мы занимаемся своим любимым делом, рисуем и создаём такую памятник архитектуры». За основу росписи была взята иконография Андрея Рублёва и Феофана Грека – классиков иконописи. В отличие от более поздних мастеров, которые писали в художественном стиле, рублёвским иконам свойственно плоскостное изображение. Святые образы не отбрасывают тени, в отличие от людей на картинах. Здесь не добиваются реалистичности композиции. Лик рублёвского святого лучится изнутри, напоминая о духовной, а не телесной сущности образа. Такая сверхзадача стоит и перед современными иконописцами. «Хотелось, чтобы храм был, с одной стороны, современный, используя современные технологии и в строительстве, и в росписи, поскольку раньше расписывали немножко по-другому и не было такого компьютерного решения, эскизов. Но, с другой стороны, чтобы дух был именно тот древний, чтобы икона действительно была иконой, которая помогает человеку войти в этот мир невидимый, от земли подняться на небо и помогала молиться, а не, наоборот, отвлекала его внимание». Самым сложным в исполнении стало изображение спасителя под куполом храма. Образ 4 метра в диаметре писался на высоте 17 метров, и работа над ним длилась не один месяц. Иконописец Евгений Сорокин и его команда не раз возвращались к этому лику, стараясь, чтобы центральный образ всей росписи получился монументальным не только из-за своих размеров. Индивидуальность и фундаментальность свойственны всем изображениям, поскольку над одним ликом работают сразу пять художников. У каждого свой сектор работы. Для выпускницы колледжа Елены Гавриловой работа в монументальной живописи – дебют в профессии. Но уникален этот опыт еще и по другой причине. Девушка – уроженка этих мест и вернулась из города в Георгиевку специально для работы в храме. «Конечно же, да, с радостью, потому что это моя родина, и мне бы было приятно приложить свою руку здесь». На данный момент полностью закончен только алтарь. Здесь тоже есть своя особенность. Центральная икона Троицы выполнена в виде цветного витража на стекле и смотрит на восток. Утренние литургии через святые образы будут проникать в восходящие лучи и обращать прихожан к молитве. Все иконы и сюжеты из библейских сказаний должны составить единую композицию, выполненную с преобладанием двух ведущих цветов – в золотом цвете благодати и в голубом цвете неба. Елена Грошева, Николай Лямин, телекомпания «Междуречье», Кенельский район.